здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодня я хотела бы показать вам как я оформила несколько своих работ в багет оформляла я их абсолютно по-разному и давайте же приступим первая работа это уютное укрытие от фирмы dimensions к сожалению совершенно они передаются вернее правильно не передаются цвета этого оформления но возможно я поставлю вам фотографии вы все увидите поближе может быть на видео даже будет все хорошо цвет светлого паспарту более песочный он сочетается с песочком на самой картине а маленькая паспарту внутренние синего цвета который подчеркивает море рама темная я практически все свои работы оформляю именно в такие темные рамы но на самом деле она передается вам немножечко темнее к сожалению цвета искажаются сейчас она пока висит у меня на этой стене освещенной лучше всего солнцем вообще висит она у меня в гостиной над диваном как-нибудь и обязательно наберу смелости дождусь хорошего освещения и покажу вам свои работы в интерьере но пока что так стекла нет хочу сказать что эту работу я оформляла в багетной мастерской то есть полностью и паспарту и багет все было приобретено в багетной мастерской не буду оставлять анны этой багетки если кому-то интересно пожалуйста в личку в контакт или на почту потому что есть свои нюансы в ней так по большому счету явно не часто оформляй но не настолько хорошая багетка чтобы оставлять на нее ссылки работа в общем-то неплохо оформлено мне очень нравится я довольна работа получилась большая как раз для гостиной пока она у меня висит одна на стене но планирую еще к ней прибавить что-то если вам сейчас видно синий цвет и немножко желтоватый паспарту рама деревянная не знаю почему-то всегда так получается что я оформляю именно в деревянной рамы это не потому что какие-то мои принципы а просто ну больше всего мне они нравятся еще конечно очень приятно что без стекла и все фузелки вся вот это вот рельефность вышивки она видна почему без стекла я начала вам говорить и так и не продолжила не так давно я стала оформлять свои работы именно без стекла и вижу что с ними ничего не делается то есть они не пылятся не портятся никак не выцветают не выгорают ну в общем-то они не на солнце не висят и поэтому вот пока что на данный момент решила оформлять именно в таком варианте то есть без стекла в дальнейшем посмотрим если мне что-то не понравится заказать стекло это не проблема всегда можно это сделать работа смотрится конечно намного ярче так намного интереснее мне кажется намного выигрышней и самое главное видно что это вышивка и давайте теперь посмотрим на следующую работу так следующая работа это работа тоже от фирмы dimensions зима на главной улице вышивала я где-то года два назад и вот наконец-то оформила как вы видите она очень схожа с предыдущей работой но паспарту нижняя здесь розового цвета который конечно же подчеркивает наш прекрасный розовый дом если вам кажется что это одно и то же оформление да по сути одна и та же рама то это совсем не так потому что я решила поставить эксперимент в этот раз и в багетной мастерской когда сдавала уютное укрытие для и этой работы заказала только паспарту то есть натяжку паспарту и задник раму вот эту вот я заказывала отдельно это было не крашеная сосновая рама то есть заказывала ее под размер специально в таком вместе очень удачном и красила эту раму сама роман ну практически но она естественно тоже деревянная до сосна то есть покрашена практически в тот же самый цвет что и уютное укрытие и этот эксперимент мне обошелся в два раза дешевле чем моя предыдущая работа и в общем-то планирую я и в дальнейшем так поступать то есть теперь я буду в багетных мастерских если будет нужно конечно заказывать только паспарту натяжку и задник а раму буду заказывать отдельно ну серьезно за раму практически столько же надо платить сколько вот за внутреннее как бы оформление до совершенно не стоит того тем более я вы видите оформляю практически всегда одинаково и мне несложно покрасить обычную рамку в такой в нужный мне цвет и оформить как есть вам тоже сейчас намного темнее передается рама чем она есть на самом деле опять же постараюсь вставить фотографии и показать что там есть на самом деле эта работа немножечко меньше и она у меня будет лисеть тоже в гостиной но на другой стене как выглядела эта работа без оформления я имею ввиду вот в одном паспарту вы сейчас можете увидеть ну и соответственно я заказала раму обычную сосновую как я вам уже сказала вот вы сейчас видите на фотографиях какого плана и уже сама все покрасила сделала все как надо мне кажется неплохо получилось работа тоже без стекла можно заказать стекло отдельно ну я вот решила в этот раз обойтись без стекла как вы видите работа вышита на конве 14 каунта и конечно лучше бы ее было вышивать на равномерке ну ничего страшного так тоже неплохо смотрится и при небольшом удалении она эта канва перестает бросаться в глаза так что вот еще один мой такой эксперимент очень удачный я считаю и в общем-то планирую я и дальше оформлять так работаем вот так вот наверное получше передается цвет дерева цвет паспарту вот сейчас абсолютно правильно передается обязательно оставлю ссылку на эту багетную мастерскую вернее это не багетная мастерская это просто мастерская который делает в нее можно приобрести обычные сосновые рамки не крашеные под готовый размер я имею ввиду под стандартный размер а можно заказать свой размер это очень удобно я часто пользовалась этой в общем-то у меня много довольно картин оформлена именно из этой багетки единственное что она меня последний раз очень подвела с доставкой обычно они доставляли в течение 3 дней последний раз я ждала что-то две недели ну возможно у них там как-то очень много было заказов не знаю что то такое с ними случилось так что пожалуйста будьте осторожны и будьте конечно же осторожны с размерами когда вы заказываете там тоже есть свои нюансы но об этом можно почитать на сайте у этого производителя потому что это именно производитель он сам производит рамы сам их делает под нужный вам размер работа классно смотрится очень хорошо несмотря на то что вам кажется что рама такая темная ну вы знаете неплохо смотрится мне нравится обязательно как только у нас будет позволять погода постараюсь сделать вам касс всех своих работ именно в интерьере не просто на стене а именно в интерьере и давайте перейдем к следующей работе а от следующей работы у меня к сожалению остались только одни фотографии потому что я эту работу подарила это мои прекрасные розы от фирмы fuji к оформлены они как вы видите совершенно прям противоположно предыдущим оформлением эту работу я уже выставляла в инстаграм получила очень большой отклик вот девочек всем очень понравилось оформление несмотря на то что это рама из икеи то есть это стандартная рамка из икеи паспарту конечно же уже было готовое то есть это белое паспарту и белая рама мне кажется розы смотрится очень неплохо я давно практикую оформлять свои работы в рамки именно из икеи мне очень нравится они смотрятся очень стильно и я даже уже наметанным глазом вижу войдет у меня работа в рамку стандартную такие или нет вот этот вот простой такой лаконичный стиль подходит очень многим работам и если по размеру все совпадает то и вообще вариантов даже не возникает потому что рамки из икеи это довольно бюджетный вариант и хороший выход для самостоятельного оформления работ может быть кто-то скажет что очень много белого цвета я соглашусь но вы знаете работу смотрится очень неплохо она висит у свекрови у моей подарила своей свекрови в спальне на такой розовой стене приятного цвета очень розовый цвет такой жемчужный и раз работу смотрится прекрасно к сожалению я у меня пока нет возможности вам сфотографировать ее в интерьере ну если будет такая возможность покажу натягивала я эту работу стандартным способом сейчас буду показывать вам еще одну работу и вставляю фотографии каким способом натяжки я пользуюсь что хочу сказать работа конечно получилась огромная потому что сама вот эта рама размеры этой рамы 50 на 70 сантиметров и вы можете сказать что роза потерялись на этом фоне нет на самом деле они не потерялись они настолько яркие привлекают внимание что в общем-то хорошо выделяется на стене поэтому я считаю что интересное оформление очень такое лаконичное стильное и удачное на мой взгляд я конечно не знаю у всех вкусы разные но все кто смотрел на эту работу в общем то всем нравилось единственное что я планировала эту работу на кухню к свекрови потому что у нее мебель вот точно такая же белая и практически вот с такими же с таким же рельефом когда я вышивала эти розы я видела именно в этой раме и именно на кухне но свекровь сказала что нет у нее там достаточно картин а я бы например эти картины бы сняла и повесила только свою но как говорится хозяин барин у нее тоже это ее квартира это ее кухня и свое видение конечно же своего интерьера поэтому я не стала сопротивляться когда она повесила эту работу в спальне там они тоже смотрятся очень хорошо другое дело что их там мало кто видит вот ну ничего страшного это мое дело вышить подарить человека которым дарить уже распоряжаться этой работы и еще она сказала что она скорее всего будет переделывать паспарту как-то она там хочет сделать по-другому но она художник у нее свой взгляд как я уже сказала ради бога если она что-то переделает конечно же я с вами поделюсь этой переделкой покажу фотографию как это будет выглядеть но пока что все висит как я подарила то есть в таком первозданном виде я думаю что это мое оформление задержится надолго и давайте перейдем к следующей работе она будет последней на данный момент и в противовес к огромным предыдущим работам это мой совсем совсем небольшой маленький букет от фирмы мережка который я вышивала в прошлом году и вот так вот я оформила оформление я тоже видела очень простой лаконичный в рустикальном стиле пыталась рамку я окрасила сама опять же заказывала под размер багетной мастерской о которой рассказывала ранее это была обычная сосновая рамка я ее затонировала в коричневый цвет и добавила бронзового цвета сейчас я попробую приблизить вот если вы видите по внутренней части идет такая немножечко бронза она посверкивает и перекликается с этим вот медным чайником вернее даже не не бронза наверное а медь такой красноватый ну в общем я думаю что неплохо смотрится специально выбрала такую рамку как бы потрёпанную временем сделала такую рамку немножко ее расшатала специально чтобы образовались вот такие зазоры ну вот не знаю почему-то мне этот старый чайник этот немножко растрёпанный букет полевых цветов видится именно в такой вот немножко небрежные рамки если можно сказать и уж точно без всякого паспарту вот именно вот в таком виде я его и вижу и вы знаете я даже этот букет не хочу вешать я хочу его поставить на полку мне кажется он вот именно так лучше всего будет выглядеть то есть в каком-то виде в стоячем они висячи но не знаю посмотрим конечно как оно все будет но в общем то мне нравится опять же без стекла работа и если вы видите вот эти вот все фрузилки они теперь так хорошо выделяется у работы необыкновенный объем к сожалению наверное видео не передаст этот объем но вы знаете вот эти белые цветы они как будто возможно вернее даже не как будто в принципе возвышаются над самой конвой нас над самой тканью и ну действительно объемная работа смотрится очень и очень объемно работой конечно же я натягивала сама вот эту работу и предыдущую розу я натягивала сама как я это делаю в общем-то меня просили показать но на самом деле настолько на youtube много этих видео натягиваю я классическим способом на картон картон беру толстый пивной и в основном покупаю его в леонардо и там же есть уже и за грунтованный картон если нужна какая-то белая подложка я использую загрунтованный картон натягиваю то есть центрую потом на булавке вот так вот натягиваю посмотрите пожалуйста ставлю вам фотографию то есть хорошо хорошо со всех сторон подтягиваю и если работа остается у меня дома я ее натягиваю на двусторонний скотч на обратной стороне я проклеиваю все двусторонним скотчем потом хорошо натягиваю ткань на этот двусторонний скотч и у меня все прекрасно держится почему только для себя ну и просто вид сразу если вышивка расслабляется ее сразу видно что она расслабилась ее можно перенатянуть а если я кому-то дарю работу или допустим просто у меня есть желание я могу натянуть и на нитке то есть вот когда я закрепил уже все на булавочке после этого просто как обычно зигзагом натягиваю на нитке тоже все хорошо держится и конечно же тоже можно при желании снять эти нитки и перед натянуть то есть двухсторонний скотч у меня только с обратной стороны и только на излишек канвы идет внутрь ни в коем случае нельзя двусторонний скотч вот как иногда накатывают данный двусторонний скотч нет этого делать нельзя потому что во первых он просвечивается и поблескивает сквозь ткань во вторых он просто оставляет со временем следы если особенно он не очень качественный ну вот сколько работ я уже так не натягивала все всегда замечательно смотрится и честно говоря еще ни одна работа у меня не провисла поэтому конечно я экономлю свое время и свой труд и чаще всего натягиваю именно так ну давайте полюбуемся еще на этот прекрасный букет очень нравится очень красивая работа конечно может было бы оформить эту работу в белую рамку мне кажется тоже было бы очень неплохо но вот белые рамки как-то мой интерьер совсем совсем к сожалению не подходит вернее даже может быть не белую рамку в такую зеленоватую тоже конечно можно было бы поиграться с оформлением но вот не могу мне прям очень нравится вот в таком стиле в деревенском даже можно сказать нравится мне эта работа в общем то наверное я именно так и и сразу и видела в таком оформлении ну конечно вам сложно сейчас передать игру вот именно вот этого образом бронзового цвета он немножечко на свету как подсвечивается и как будто работа освещается изнутри но это конечно можно увидеть только при очном рассматривание это и этого багета ну вот мои дорогие оформила я четыре работы есть у меня еще рама для оформления но пока что не складывается у меня с ними то нет вдохновение то есть вдохновение нет времени или еще чего то ну как я уже вам раньше говорила с оформлением у меня всегда очень сложно багетное оформление довольно финансово затратное предприятие и не всегда она совпадает с нашими планами но на самом деле вот такое оформление вот как оформлен это букет очень бюджетная вот эта рама обычная сосновая она стоила порядка 100 вот большая 100 по моему 30 рублей если я не ошибаюсь если вам интересно я под видео в инфобоксе просто напишу цену именно сосновой рамы который я покрасила большого размера ну если найду вот эту маленькую тоже напишу сколько она стоила но совсем совсем дешево в данном случае это конечно очень бюджетное оформление не знаю насколько она бюджетно смотрится пожалуйста напишите как вам только пожалуйста не ругайтесь потому что это мое видение я так эти работы вижу если у вас в жизни какое-то другое вы можете применить его в своих работах и в своем оформлении все мои дорогие на этом я заканчиваю была очень рада поделиться с вами прекрасными работами уже оформленными до свидания увидимся в следующем видео а и а и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»